Всем привет, ребята! Сегодня, как я вам и обещал, в последнее крайнее видео по поводу того, что я буду в ремонтку ставить карбюраторы, я думаю, что сегодня мы это уже сделаем. Единственное, что... Небольшая предыстория. Я хотел, конечно же, поставить карбюраторы конкретно уже с выходной системой на 51 мм. Это как бы улучшает продувку двигателя. Но все-таки это все будет работать хорошо с распредвалом, которого у меня пока в планах ставить нет. Поэтому сейчас моя задача будет на лимонку снять с нее родной карбюратор с коллектором и поставить вот этот вот комплект. Знакомленного заново с ним это Делорты сороковки. Я их купил еще... Это, пожалуй, почти как только наш проект делать. Еще она была не покрашенная машина. Заниматься этими карбюраторами, в принципе, я не стал изначально. А сейчас отдал чек, он проверил, сказал, что в принципе, с ними все нормально. Дроссельная работа открывается одинаково. Вот подсос, как бы все есть. Единственный момент, что вот регулировка холостого хода, винтики, на этом карбюраторах, злойных карбюраторах, они родные стоят, а здесь уже меняные. И вот видно немножко как бы колхоз, как говорится. Возможно, придется с этим помучиться. Но также я не знаю, насколько подойдут эти же клеры под мой объем двигателя, как будет смесь. Будет ли это ехать лучше, либо это будет ехать хуже. В общем, сейчас мы с вами будем выяснять. То есть, по моему плану, надо поставить сюда эти карбюраторы просто на ее родной мотор. Кстати, да, мотор, конечно же, ее родной, который был даже заводным изготовителем здесь установлен еще в 78-м году. Но головка, где стоит Нимовская, да, Нимовская головка, с увеличенными клапанами на 1 мм. Коллектор, каналы сделаны и, в принципе, сам низблок облегченный. Но, как бы, само это облегчение, я думаю, здесь пока роли большой не сыграет, так как распределил стоит с Нивой тайги. Поэтому вот как-то так. Попробуем, в общем, понять, даст ли какой-то это результат. И также по поводу всего прочего. В комплекте мне отдали с карбюраторами. Ну, вы сами видите, да, что здесь идет уже сваренный коллектор, само собой. Вот просик газа, пока еще не понял, как его там крепить, но что-то буду еще сделать. И вот эти вот прокладочки, в принципе, всякая мелочевка. Также я еще докупил, ну, буквально пару месяцев назад попалось объявление, нашел вот этот вот дудки, как говорится, да, вот сюда будут ставиться они. Сейчас я их прикреплю сюда, в принципе, и все, и буду ставить на машину. Ребят, все, в принципе, давайте не будем много затягивать. Сейчас ставлю карбюраторы, показываю какие-то нюансы. Я думаю, нюансы будут связаны, главное, с тем, что тросик газа, как поставить. Ну, вот, в принципе, и на весь нюанс. Ну, а во всем остальном, уже работа мотора все нам покажет. По-нормальному, когда делают такую переделку, делают вот таким вот образом. Убирают аккумулятор в багажник. Площадку, конечно, также убирают, срезают отсюда под аккумулятор. И открывают вот эту фару, чтобы здесь был воздух, поток воздуха. Часть вот этой, которая берет воздух, да, дудки, эти фильтра, ограждают вот таким вот коробом специальным, чтобы воздух был холодный, чтобы сюда не тянуло теплый воздух от коллекторов, там, от радиатора. То есть максимально изолируют эту часть, поступая в холодный поток воздуха. В принципе, этого, понятное дело, что я делать не буду. У меня несколько другая тема. Я просто делаю какую-то изюминку на этом автомобиле. Машина сама по себе не спортивного характера пониже. Видно, да, что это просто как тройка, ну, такая желтая, яркая, красивая. И конкуляторы эти мы поставим, естественно, так же. Сейчас мы потестируем, что оно даст, посмотрим. Естественно, что это будет, я думаю, интересно. Мне самое интересное, что даст на обычном двигателе, только астребал у меня стоит с ним в итоге, как это будет вообще результат. Единственный момент, чтобы это все работало, имеется в виду, было настроено, это уже будет сложнее, потому что сама, в принципе, самой настройки несколько сложнее, чем кажется. То есть тут индивидуально на каждой цилиндре свой карбюратор. У него свои релизировки, холостового хода, там, может, какие-то еще. Но самое важное, что это подбор жуклера, под объем двигателя. Вот тут момент, я не знаю, как оно будет. Если слишком много топлива будет, оно тоже не поедет. Мало топлива, понятное дело, оно не поедет. Поэтому сейчас я как бы, да, делал уже первый запуск, смотрел, как оно работает. Ну, вроде работает. И холостой даже какой-то есть, да, немножко трясется двигатель, но я уверен, что так просто по-быстрому, без опыта какого-то, я там все выведу в идеал какой-то. Ну, я, по крайней мере, попробую. Сейчас моя задача его запустить. Тросик газа я уже подключил. Сейчас по нему расскажу. И хочу просто проехаться, попробовать, как оно будет себя вести. Понравится, не понравится. Ну, я от этого буду дальше делать. Так как, что нужно ставить сюда усилитель, как бы, такого рода, распорку. Крышки клапанов и сюда. Ну, я уже купил шпильку такую вот. Думаю, что с нее, наверное, я и сделаю. И там еще уголок один. Да, но надо это все-таки потестировать. И так же клапанатрию делать. Естественно, что я когда запускал, слышал, как это они постукивают, надо будет сделать тоже. Вот, ребят, по поводу трусика газа. Сейчас он работает по такому принципу. Я подключил к обычной тяге ее родной. Вот он идет здесь, здесь. И проходит снизу, тянет эту тяжку. Вот, вот, вот. Значит, он у меня работает, но сама вот эта часть дросселя находится вот в этом месте, при полном нажатии газа. А еще остается вот этот ход, который я не могу сделать. Да, хотел добавить из темного важного. Подсос. Тросик подсоса не хватает его длины. Есть вариант поставить на длине тросик подсоса. И получается, вот, каким образом идет. Вот в этом месте можно как-то его завести, такой кругом, да, закрепить здесь. И провести через вот эту часть, вот он, подсос. И вот эту часть маленькую, вот он тоже подсос идет. То есть, ну, я скажу, я запускал ее, просто газ нажал, она запустилась. Возможно, из-за того, что здесь, реально топливо много льет, она не нуждается в подсосе. Ну, может быть, я ошибаюсь. Все мои попытки сделать систему через, ну, старую педаль не получились. Поэтому сейчас я взял вот эту новую педаль, обычную, с семерки инжекторной. Она, кстати, вставить в моем случае очень несложно, там гайки внутри есть, вот, с под бакумника, который внутри прикрепил, и все. Единственное, что, что не получилось у меня. У меня дроссель открывался, вот, в Далевостоке, получается. Больше не открывался. А вот еще, оставится сколько. То есть, получается, полностью дроссель я не мог открыть. Сейчас я все-таки считаю, что моя задача сделать всю механику до конца, то есть, чтобы открывалась полностью дроссельная слонка, также сделать дополнительное крепление карбюраторов, чтобы они, как бы, висят, вот, рычагов, но вот этим, чтобы не висело так. Завяжу я, как я говорил раньше, крышки клапанов. Ну, в принципе, все. То есть, моя задача сделать тросик газа и завязать ее крышки клапанов. Все остальное, вроде бы, как-то оно работает. Настройка дальнейшая, конечно же, все уже покажет. Ну, вот еще, по поводу дудки вот этой. Отвел немножко аккумулятор тем, что подложил, вот, поднял небольшую, там, толщину, прессованную бумагу. В общем, поднял, где-то, вроде, сантиметра, может, чуть меньше. Он, дудка отошла, я думаю, мне даже этого хватить. Ну, кстати, я поставил в левых и бокал. Я ему сказал, что у меня тут есть маленький зазор. Он не так подложил, что-то под аккумулятор. Ну, действительно, все очень гениально, просто, как говорится. Ну, сейчас доделываю всю систему и все показываю уже. Получается, что такую шпильку взял, крышки клапанов, прихватил. Я потом, когда крышку буду снимать, я клапана регулировать, я все дело получше заварю, пока миссия нам удержится. Нормально, в общем, да. Вот, таким вот образом получилось все это. И тросик газа у меня сейчас работает. Ну, вот, я думаю, видно. Пришлось так вот делать. Этот набор уже стоял на автомобиле раньше, поэтому, я думаю, так примерно все и было. Чуть-чуть не открывает сама вот эта часть и на конце не открывается. Ну, это вообще проблема с самой педалью. Сейчас я покажу, в чем смысл. Я уже саму педаль немножко выше приподнял. Я думаю, это видно. И вот этого не хватает, чтобы она, получается, даже мало дальше получается. То есть, ее как бы немного, если выше поднять, то ехать просто будет неудобно. Я еще подумаю, как это можно сделать. Может, какой-то рычаг добавить и так далее. Но пока месть, ну, в принципе, пока мне хватит для тестов. Там не полный дроссель, но не нужно. Можно, как вариант, еще здесь вот отрезать и удлинить его выше. Сделайте, тогда у него будет больше ход. Ну, как-то так получается. Сейчас я пока месть это дело оставлю, как есть, и сделаю какой-то первый тест. Вот на первый взгляд я бы не сказал, что что-то сильно изменилось, но в плане там хуже стало либо лучше. Единственный момент и самое важное, что изменится звук работы мотора. То есть, я думаю, слышно на видео, если, конечно, слышно, как хоть немножко на малых оборотах включат эти корбы. Сейчас перестает, и потом, когда даешь оборот, я вот сейчас я сделаю это, послушайте. Вот, что пошли. Я думаю, это было примерно понятно, что раньше такого звука, конечно, не было, как сейчас, но я не знаю, честно говоря, может быть, даже и хуже она едет, но не из-за того, что это плохо, что плохие корпораторы, а просто их нужно настраивать. Сейчас я, по сути дела, сделаю механику, да, как я считаю, и в принципе, как бы их можно испытывать, но потом нужно будет в любом случае их устраивать, потому что через вакуометры, как я там смотрел, в принципе, это все делается. Ну, посмотрим. У меня там есть мысли, это я думаю, уже потом, когда я буду делать, я обязательно покажу это. Либо же, если я сам делать этого не буду, то покажу человека, либо расскажу, как это делалось. Я думаю, замеры делать смысла нету, потому что мне кажется, что она все равно лучше не поедет. Хотя сейчас это не самое главное, ребятки. Хотел еще показать Эддя и Саша, и сейчас Эддя и Саша в гости еду, ну, как заодно покажу корбы ему, с ним пообщаюсь и послушаю его советы. Может быть, он проедется, если захочет, скажет, не едет, не едет, то есть, чисто по ощущениям. Мы уже заранее знаем, уже примерно, да, что здесь, ну, как бы, то, что мне рассказывать, Саша, по поводу всего этого. расскажу. во-первых, вот это переделаешь, это неправильные кронштейны стоят, для, на них все равно, ну, ну, вы имеете ввиду, косыночку кинуть сюда, ну, здесь надо переделать, здесь, для того, чтобы на крышке это все стояло, вот это не должно накрыть, вот сюда варится, вот такой, прямоугольная стройки, обвариваются, а уже к ней варится, вот эти натяжка делается, потому что это будет ломать вот здесь, это неправильно, ну, немножко надо будет переделать здесь, все это дело. Ну, я уже говорил, да, что я это прихватил, это делал. да, это ты, в принципе, мне не тяжело ее оторвать, ее давно приварить, но это я прихватил, чтобы, не пропалить крышку, имеется ввиду, на снятое. она толстая, ее не пропалишь. Ну, я все равно не захотел, ее не пропалишь. по чуть-чуть, ну, она держится нормально. Ну, что по работе, я скажу, конечно, их надо настраивать, Леша. Ну, а я знаете, что вам скажу, я хоть их не настраивал, ну, холостой немножко подкрутил, чтобы она более-менее работала, но в ходу, я скажу, что на четвертой, она 150 раз гонялась, и причем, и дальше идет, я просто бросил газ уже. Ну, да, вот именно. давайте так, ты же ее готовил не для того, чтобы она ехала у тебя 160, 170, правильно? Ты ее готовил на ускорение. Вот с этого начинать. Хотите сейчас сядьте, пройтись, попробуйте. Попробуем, сядем, что она покажет. Попробуйте, давайте. Ну, еще скажи, что здесь процентов 90 открывания дросселя. Да, ну, я уже говорил, у меня дроссель не... 90 процентов. Ну, примерно так, да. То есть, ну, этого, этого вполне достаточно. 10 процентов, ну, не вполне достаточно. 10 процентов это много. Ты, когда машину настраиваешь, тебе настройщик говорит в пол. Ты в пол даешь, он говорит, а почему ты в пол не дал? У тебя, говорит, 5 процентов... Не, ну, все верно. Но я еще думаю, что сейчас она даже на эти 90 процентах, она не реализовывается, как положено, работу, потому что чего-то того, мне кажется, не хватает. Сейчас, если Саша сядет, проедется, он, я думаю, поймет меня, о чем я речь веду. Хотя, мы можем даже ради интереса попробовать ее замерить 0-100. что-то вот, мне не нравится, как она едет, честно говоря, вот этот момент, первая, вторая, третья, вот четвертая, она как бы неплохо едет. А первая, третья, что-то я понять не могу. То ли, может быть, она мне пугает своим звуком, затем рёбом, этим, может быть, я ошибаюсь, она лучше едет на самом деле, но мы этого точно не знаем. Как говорится, знаете, лучше меньше слов, а больше дело. Лучше проедем, сейчас все узнаем. Ну, газ туговатый, неудобный. Да, я знаю, неудобный. Неудобный. Такой газ, Поразуйте. Ну, так, как сказать, на газ неплохо реагирует. Ну, да, да, она реагирует, ну, более-менее нормально, но я понять не могу. А наш не можешь поставить карбюратор и сразу поехала. Такого быть не может. Любовно, надо ее устраивать. Конечно, тем более, четыре карбюратора. Ну, да, это не так просто. я сам, честно говоря, то есть, два карбюратора, четыре отдельные. Два сдвоенных просто. У них общая камера, я так понимаю, поплавковая, а все остальное, это отдельно. Я вообще затягивал долго, потому что сам я не был опыта с этими карбюраторами, поэтому ставить их сюда, как бы я не спешил, потому что понимал, что будет, короче, вот эта возня вся. Ну, на данный момент я все равно доволен тем, что она просто едет. Мне можно передвигаться спокойно, как и раньше. По динамике, я не знаю. Мне кажется, что там ее как поковой нету еще, возможно, возможно, я ошибаюсь, потому что я, как бы, опять же, пересаживалась в разных автомобилях, и они все по-разному одетут, поэтому тут непонятно. А тут втулочки тут, да? Ага. Не, хорошо ли не ехать, так светло все видно вообще. А, ну, она же не тонированная, да. Ну, да. Да, машинка, машинка оригинал, конечно, снаружи, и внутри было там. Вот она орет, да, именно, капец? Нет, она хрюка. Не едет, а орет. Ну, что? Она набирает, я вижу, что она набирает обороты и едет, но вот понять не могу, хуже это или лучше? Ну, сейчас мы глянем, мы же только тут, я вчера ехал домой, интересно было, десятка там с BMW, буксует, пищит, ну, шестнарь. Ну, самое интересное то, что он даже переключается, а она у него мощности нету, тупее, а он же все равно бедный, его гонит, то есть он переходит с первой на вторую, она понятно, тем более это десятка, у них же эти передачи садится, а BMW как ехала, так и поехала. Где-то у нас так же самое, я думаю, примерно. Ну, вообще, если честно, было все-таки правильнее замерить ее, даже понять, едет она или нет. Но для первого выезда все-таки я тоже считаю, это неплохо, и зачем меня насиловать? Пусть пока так выкатается, да? Да, ну, все равно надо настроить. Все, она не крутит. Ну, это что, понятно дело. А 102 уже стоит, стойди, снилый. Я, честно скажу, она лучше стала ехать по сравнению с тем, что она ехала до этого. Лучше, да? Лучше. Хорошо. Вот смотри, мы сейчас сотку едем, да? Нажмите, она поедет. И вот я даю ей чуть-чуть, и она... Я знаю, заметил тоже, я говорю. Она получше поехала. Да. учитывая, учитывая то, что у нее клапана, но тормоза введет. Заметил, да? Ну, да, есть чуть-чуть. Не знаю, почему, честно говоря, может, надо перепрокачать их. Вот видишь, ее колотит. Да. как бы потравить. Да. Не, ну я понял. Все, я знаю. Сколько она крутит, не хуйду. Ну да. Ей надо шутить. Теба. А так видишь, у нее нету, она не падает. Ну да. Нормально ей. Повторяйте традиции, да? Все. Нет, как тебе сказать, все, она дальше не едет. Она набирает, но не едет. Она едет где-то 4000, до 4 она отдает еще себя. А после 4, то что там 5, то уже мертвая машина. Для того, чтобы она ехала с лучшим эффектом, нужно ставить специальный спидвал спортивный, который идет дальше. Хорошо. Амада, да? Для стандартной машины это нормально. Ну, я скажу, я ожидал, что хуже будет, потому что, знаете, вот эти 4 карбюратора, в общем, я их поставил. Во-первых, получилось даже холостой какой-то более-менее добиться. Видишь, потока воздуха у нас даже зеркало слаживалось. Да, кстати, я вот это заметил, у меня сначала зеркало слаживаться, раньше не слаживалось. Понравилось, понятно, что не Subaru, но тем не менее, понравилось? Нормально. Вально? Да. Что, сенсом, может, заедем потом? Нет, сенс намного быстрее. Так вот, да, что мы стоим. Это просто, то ли поднялись, то ли? Поднялись. По тахометру не скажешь, конечно, но, мне кажется, поднялись. Ну, ее колотит, бедненько. Да. А ну, азоните, и вот так резко, знаете, так вот. не бросит, вот так раз. Вы должны упасть. Не, не упали. Слышишь? Да. Неправильная работа цилиндровая, обогащение идет. Как вы это поняли? Она как на, как на, как тебе сказать? Ну, это холостой ход сейчас. Я его не попал идеально, это понятно, но его можно подобрать. Цилиндры работают, топливо в каждой цилиндре идет по-разному. да, так и есть. И вот машину начинает вот это, когда их отрегулируешь, когда четко, она будет, во-первых, работать мягко, понял, и намного будет... Там же есть регулировки, которые идут холостого хода и в ходу. Вот то, что в ходу мы сейчас ехали, мы же с вами не знаем, как у него работает. Да. Понимаете, в общем, вся загвоздка. То есть, каждого корпора его нужно смотреть отдельно. Ну, а нагушите, что ее? Понять ее. Вот это у нас сколько вот это? Нет. Вот это. Ну, вот это. 3000, что ли? 3000. Вот она едет, говорю, 3500, а дальше на... Тахометр не коррекомен. Примерно вот в таком плане. Ну, уже ты знаешь по оборотам. Все, она дальше, чтобы там зрителям объяснить. Этот распредвал, полезная его отдача мощности, это где-то до трех с половиной, ну, чуть больше, до трех восьми, может. Где-то есть литература, где написано это. Я тоже не скажу вам. Я знаю, что свыше, по-моему, 5,5, нагрутить его смысла нет. Не в том дело, смотрите, это его, где он отдает себя очень хорошо. А дальше, то, что говорят 5000, он отдает, он выкручивает 5000, но эти 5000, я говорю, называю, почему мертвые? Потому, что она едет просто-напросто, как с велосипеда, с горы спускаешься, он набирает, так и она постепенно набирает, ты понимаешь? То есть набирает медленно-медленно, а вот где у нее, допустим, отдача 3,5, там она их мгновенно раскручивает, а дальше нас постепенно, и вот когда будет распредвал здесь стоять, который будет отдавать 7000, это совсем другая машина. Это понятно, но в этом видео мы посвятили карбюратору, поэтому сейчас вот надо настроить автомобиль, я считаю, на этом распредвалу, и чтобы оно работало корректно на этом распредвалу, на этих 3500 и так далее. Ну, да себе поставить такой руль, ну, все, весь полный обзор. Да, да. Понял, да? Нет, ну, вообще нет. Ну, все видишь, ты как хочешь, крути его. Даже снова работает. Ну, вот видишь, и левый, правый не работает. А, и свиньи нажмите. Не, значит, левый только. Вот он и видишь. Ну, ничего. Что, хотя, рули уже этому, с 2008 года выпуска, как вы думаете? Ему можно скинуть в состоянии, Илюша. Да, не, он потресканул. И можно менять еще нахуй. То, что я хотел, показал, в этом видео, вы сами уже увидели, поставили карбюраторы, которые я покупал. То есть, я их сам не, коллектора не делал, это все стояло на машине. То есть, я купил, и то, что я делал, это тросики газа, там, это вы все видели в этом видео. В принципе, она едет. Да, Исаш? Позже можно подытожить. А она хуже не ехать не стала. Нет, она лучше. Ребята, ну, надо корректировать. Мы еще узнаем его товарища, бывший ролист тоже. Есть у него приспособы, я думаю, что он немножко в этих карбюраторах что-то понимает. Возможно, попробуем, посмотрим. Ну да. И если мы их отстроим, конечно, то машина будет совсем другая. Так вот, если, когда мы их отстроим, и все будет хорошо работать, вот после этого можно будет ставить туда другой распределивол, я так считаю. Так будет интереснее. То есть мы сейчас попробуем выжать с этих карбюраторов на двигателе с обычным распредвалом, то есть который ничем не отличается от того двигателя, допустим, который стоит в вашем Жигуле, если у вас он, конечно, есть. И мы узнаем, как едет машина просто на этих карбюраторах, без родного карбюратора. Леш, я тебе хочу одно сказать. Даже если мы сейчас снимем этот распредвал, а поставим стандартный Жигулевский, она поедет лучше. Ну, это я помню, да. Она лучше поедет. У меня же его нет. У меня есть только тюнячий, который я еще не готов ставить. у меня есть простой. Я понял. Мы не будем все равно делать этого. Пусть Нивовский стоит. Ну, пускай Нивовский. Лучше ставить уже, если ставить, то лучше ставить уже более, который крутит коленвал. Ну да, согласен. А ставить, пробовать на тот, на тот, это так. Лишняя трата времени и разборка. В принципе, на этом я хочу сказать всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорого. Все, пока, ребята.